Испорченный спутник Ви. Бишкекчане остались без повторной прививки. Правда ли, что у дефектолог реабилитационного центра избила ребенка с ДЦП? Кыргызстанка в Саудовской Аравии пожаловалась на семейное насилие. Почему все сложнее бороться с домашним насилием? Как прошел саммит лидеров стран ЭАС? Все ответы в нашем блоге, кстати. Телеведущая Айсоль Малдахматова на своей странице в Facebook написала о случае избиения ребенка с ДЦП в реабилитационном центре. Она опубликовала текст письма матери 6-летнего пострадавшего. Назгуль написала, что ее ребенка ДЦП и лишь 5 лет он начал ходить. Недавно она повела своего ребенка к дефектологу. Сын не может говорить. Оказалось, что дефектолог страшно избивала ее сына. По ее словам, произошло это в центре Аутизм победим. Малдахматова созвонила с директором центра и выяснила, что дефектолог была в этот же день уволена. По данным, телеведущий замначальника УВД Первомайского района Бишкека взял дело под свой контроль. Ущерб из-за размороженных доз российской вакцины «Спутник Ви» составил около 840 тысяч сомов. СМИ написали, что возмещать ущерб будет поликлиника, в которой произошел инцидент. Ранее стало известно, что в столичном центре семейной медицины номер 2 разморозилось почти тысячи доз вакцины из-за отключения холодильника. В центре иммунопрофилактики сообщили, что холодильник могли отключить на короткое время, чтобы подзарядить телефон. А потом забыли включить. Сейчас решается вопрос с возмещением испорченной вакцины. Далее она будет утилизирована. Вакцинация населения Кыргызской республики от коронавируса началась 29 марта. Всего прививки получили более 57 тысяч человек. Пользователь Facebook Дарик Аблабекова опубликовала в группе KG-врачи сообщества работников здравоохранения Кыргызстана видео с обращением кыргызстанки, живущей в Саудовской Аравии. По словам Аблабековой, женщина нуждается в помощи. Ее зовут Асель Дванаева. Она проживает Саудовской Аравии. У нее четверо детей. Муж держит ее в заложниках. Никто из родственников не может с ней связаться. Она не раз обращалась в консульство Кыргызстана и в полицию. Снимала побои. Суд должен был состояться 8 марта этого года. Но муж запер ее дома. Ждем действий от консула в Саудовской Аравии. Сегодня, 21 мая, прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. В заседании участвовали главы государств Евразийского экономического союза, в том числе российский лидер Владимир Путин и президент Кыргызстана Садр Джапаров. Также присутствовали почетный председатель совета, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, главы государств наблюдателей Кубы и Узбекистана. На саммите, в частности, были представлены доклады о работе по устранению барьеров на внутреннем рынке ЭС. На сегодня у меня все. Не забывайте оставлять свои мнения, ведь это будет, как всегда, кстати. Всем хороших новостей!